Сейчас я продолжу рассказывать о том, что было на встрече в открытии брокер и вторым выступающим был персональный менеджер и он презентовал результаты своей деятельности по управлению капиталами своих клиентов. Для сравнения было представлено два счета, оба по 88 миллионов рублей, насколько я помню в начале, и соответственно он определил профиль риска для каждого клиента, то есть он с ними совещался. И один клиент сказал, что он хочет как-то более-менее спокойные инвестиции и надежные, а другой сказал, что он готов порисковать. И два этих портфеля были представлены. В одном портфеле тот, который поспокойнее предпочитает, дал доходность 24% за год, а второй, который предпочитает рисковать, дал доходность 70% за год. Но там были риски, плечи и так далее. Что и как, на чем он работал, он представляет здесь. Ну и смотрите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, ваши дамы и господа. Извините, я может немного сейчас не буду, тяжелый был рабочий день, но постараюсь так, чтобы не заснули. Сейчас условия у нас высокой турбулентности на рынке, особенно если смотреть на динамику индекса после СВО и так далее. Будем разбираться, как в этом всем работать. Ну, базовый слайд, который я тоже обычно показываю, у нас процесс инвестиционного конфликтирования клиентов, который мы проводим, состоит из нескольких этапов. В том числе, это регулансировка вашего портфеля, да. Если заходят новые деньги без, если у вас нет готового портфеля акций, то мы, естественно, формируем полностью локацию портфеля на инструменты, которые относятся к защитному, консервативные, более агрессивные. Проводим ваше обязательно инвестиционное профилирование, то есть выявляем, какой у вас инвестиционный профиль, какие риски в целом вам будут для портфеля подходить. И на основе всего этого мы уже проводим постоянную полномерную работу. Здесь много слайдов, много текста на этом слайде. Можете, конечно, не утруждаться, я вам как раз все расскажу. Мы работаем сейчас со всеми доступными инструментами на открытии в брокере. Да, это, прежде всего, валютная секция. Валютная секция была основной секцией, на которой я работал в последний год, потому что предыдущим летом, например, мы были в такой ситуации, что динамика дальнейшего изменения рынка акций была абсолютно не ясна. И если вот сейчас уже, кажется, Кибербанк заплатит там хорошие дивиденды, куплю хоть эту акцию, то прошлым летом, казалось бы, лучше уносить ноги с российского рынка акций подальше, да и ничего покупать вообще не хочется. Поэтому мы фактически не имели позиции на российский рынок акций, и все свободные средства инвестировали в валюту, так как считали, что в отметке около 60 рублей за доллар, они достаточно оптимистичны и наверняка долго такая ситуация продерживаться не сможет, особенно в условиях мощнейших санкций, которые поэтапно с того момента вводятся в отношении наших стран. Соответственно, мы покупали юани и покупали фьючерсы на доллары и евро. Доллары и евро непосредственно на рынке, может быть, не могли на тот момент, но фьючерсы стоили дешевле, чем доллары и евро непосредственно. Эта баквардация называется. Мы этим пользовались, таким образом еще больше зарабатывали на росте курса. Ну а юани, это основа нашего портфеля была и есть до сих пор, потому что юани не подлежат рискам блокировки на счетах Национального клинического центра, и поэтому их держать более безопасно. Да, сейчас в последнее время уже вроде как стало понятно, что никто не собирается счета валютные НКЦ блокировать, но тем не менее эта тема, она все равно может ради возраста всплыть. Соответственно, часто бывает, что в конце месяца у нас налоговый период, с начала этого года компания все платит налоги 28 числа каждого месяца. Налоги там на достаточно приличные суммы в рублях, это там от одного до трех триллионов рублей. Те налоги, которые платят экспортеры, они конвертируют из валюты в рубль к этому моменту. Поэтому вот в этом периоде ослабления рубля, который за последний год мы получили, мной была выявлена некоторая закновенность, что там, грубо говоря, в последнюю неделю месяца лучше из валюты выходить, потому что рубль может укрепиться. Ну и потом уже в последние дни месяца или в начале следующего месяца можно обратно валить в ваш паркет. Мы этим пользовались регулярно и в целом стратегия сработала. Правда, мощных каких-то периодов укрепления рубля не было пока что, да, за исключением того, что в мае там был резкий скачок. Вот. Дальше мы начали постепенно работать с акциями более активно, когда прошло падение прошлой осенью на мобилизации, да, акции стоили уже неприлично дешево, мы начали их потихоньку покупать. Начали покупать со Сбербанка, который с тех пор более чем в два раза вырос. Вот. И потихоньку, по мере того, как наша уверенность росла в том, что появляются другие фундаментально обоснованные истории, которые либо могут платить дивиденды, либо могут там переоцениться по каким-то другим причинам, мы начали одно за одной бумаги добавлять в портфель, и доля акций в наших портфелях начала расти. Вот. При этом за счет того, что мы не покупали индекс в целом, мы всегда точечно выбираем идеи, те, которые советуют Алексей, те, которые советуют наши аналитики. Вот. Таким образом мы значительно обыгрываем индекс. Например, Газпрома в нашем портфеле не было еще с того момента, как он выплатил рекордные дивиденды. Даже раньше. Мы еще в июне прошлого года продали Газпром. Буквально, ну, наверное, здесь немного повезло, буквально за неделю до того, как компания первый раз отменила выплату дивидендов, и акции его обвалились. С тех пор мы Газпром особо не жалуем. Вот. И он и не растет при этом. Но мы покупали Сбербанк. А Сбербанк вырос больше, чем в два раза. То есть мы уже здесь, грубо говоря, на этом соотношении обыграли индекс. При том, что Газпрома в портфелях инвесторов у нас на втором месте после Сбера. Там процентов 15, по-моему, доля последняя. Вот. А Сбер, соответственно, сейчас бумага лидер в портфеле розничных инвесторов, да и не только розничных. Помимо этого всего мы периодически работаем на товарной секции, с ючерсами на американские акции и драгоценными металлами. Об этом тоже расскажу чуть позже. И таким образом, вот, я снизу прям не менял текст. Я раньше выступал тоже с подобными презентациями. У нас как минимум 70% портфеля было в валютных инструментах. В некоторых портфелях у нас даже 100 и больше процентов в валюте, потому что мы работаем с плечом. Вот. И там какая часть портфеля была меньше 50% в акциях. То есть мы собрали весь рост валюты до текущего момента. И мы пока еще валюту не продали, потому что рубль укрепляться еще не начал. Если он начнет, да, мы будем это делать. Но пока, вот в конце этого месяца, завтра заканчивается налоговый период, мы так и не закрепились ниже 90 по доллару, мы так и не закрепились ниже 12,5 по юаню. Поэтому пока нет технических смыслов валюты продавания. Это один из примеров удачных сделок. Это старый слайд с прошлого года в декабре. Он такой показательный. Там был мощный рост юаня к рублю. И вообще рубль падал ко всем валютам. Мы зашли на 130% от портфеля с основными моими клиентами. Собрали весь рост. Потом в конце декабря, в начале января рост валюты продолжался. Рынок работает, когда все отдыхают в начале января. Мы уже понимали, что курс несколько завышен. На тот момент был перекуплен курс валюты. И начали открывать шорты. Точнее как, мы на самом деле шорт по валюте не открываем, потому что когда у нас девалюация, это достаточно рискованно. Мы просто оставляем юань в портфеле и продаем фьючерс на юань, который стоит дороже, чем юань. На сумму такую же, как наша позиция по юаню. То есть мы по факту выходим в ноль, но за счет разницы, того, что фьючерс дороже, чем валюта, у нас еще какая-то положительная добавляется доходность к этой позиции по валюте. Соответственно, затем рубль укреплялся уже в середине января. Мы закрывали эти короткие позиции и снова оставляли нашу валюту в портфеле уже без шортапа от фьючерса. То есть мы по такой сделке заработали 13% за один только месяц. Ну, конечно, так не каждый месяц происходит. Если бы так каждый месяц происходило, можно было бы не работать, в принципе. Это пример свежий. Июнь, помните, если у нас была в начале июля мощная опять волна девалюации, мы дошли по доллару до 93 с копейкой. А в последний день, вот это было то ли 5, то ли 6 июля, точно не помню, там уже начал расти курс так спешкообразно. Как хорошо один из наших аналитиков по валютной секции сказал, когда курс доллара в день начинает расти уже там на 2-3 рубля, и волатильность становится очень высокой, это уже такой момент, который сигнализирует о том, что рынок близок к панике. Обычно в этот момент люди бегут толпами в банкоматы и покупают валюту по самому дорогому курсу, который потом может упасть, и после этого рубль может укрепиться. Вы сами знаете, за последний год таких ситуаций было много на самом деле. Так вот, вы этот момент, соответственно, имели в виду, и по 93 рубля за доллар я в позиции по фьючерсам на доллар и на евро тоже, мы их закрывали. И затем, неудивительно, рубль начал укрепляться, укрепление правда не сильное, на 90 рублей за доллар оно остановилось. Мы также где-то по 130% от портфеля заходили, выходили по 93, потом еще раз немного спекулятивно мы перезашли, это черная стрелка дальше, ну там всего лишь один рубль удалось поймать. И пока до этого момента мы валюту обратно, то есть доллар и евро мы обратно не закупали. Ну, соответственно, завтра долговый период закончится, если ослабление рубля продолжится, мы, может быть, купим обратно, посмотрим. Теперь, что касается рынка акций, вот Алексей написал замечательные идеи по BSB, это банк Санкт-Петербург акций, хочу его что-то похвалить за это. Мы этим воспользовались, конечно, эта акция не самая ликвидная, как Сбербанк, поэтому мы не брали там на 20% от портфеля, у нас там было где-то, может быть, на 5% от портфеля, в некоторых портфелях, может, чуть больше. Опять же вспоминаем порщевую корзину, принцип диверсификации, нельзя много власть в одну корзину, ну одного инструмента, да. Поэтому мы покупали по инвестидее по 168, но у некоторых клиентов он еще у нас был до этого, мы его закупали по этой цене, здесь на слайде показан уровень около 200 рублей за акцию, но это я несколько дней назад делал слайд. Сегодня цена была 224 рубля за акцию, мы эту инвестидею закрыли, за две недели 33% по-моему доходности получилось по этой инвестидее. Тут, конечно, тоже не всегда так бывает, но здесь как бы мы были фундаментально уверены, что актив будет расти, и он даже быстрее, чем наше ожидание вырос, поэтому теперь можно со спокойной душой 30% доходности по портфелю зафиксировать и опять увеличить долю сбера, который за этот момент не изменился, там практически стоял на месте. Вот. Что мы потихоньку и делаем. здесь примеры по доходностям моих портфелей клиентских с начала 23 года. Это два типа совершенно разных портфелей, то есть слева это максимально агрессивный портфель, где мы порой используем максимальный уровень плеча, и этот риск профиль подходит этому конкретному клиенту, это не просто так, естественно, делается. А справа портфель консервативный, где мы плечо вообще не используем ни при каких обстоятельствах. Вот. Соответственно, слева мы заработали 80% с начала года, и это причем за вычетом комиссии. Это Лукойл, это Сургут Прех, некоторые сделки по другим акциям и сделки с валютой. Справа мы заработали где-то 25% с начала года, все это время мы сидели в валюте, но в последнее время начали еще периодически на некоторых акциях делать сделки. Вот. Ну, то есть это два разных экватора доходности у меня с клиентами, в основном они где-то посередине между этими цифрами находятся в зависимости от уровня риска, который пошел в клиент. В чем привычество, что открытие вроде бы брокер под санкциями, и мы не можем торговать, к сожалению, с американскими акциями. Это, конечно, печально. С другой стороны, торговать американскими акциями сейчас на российских брокерах опасно, так как это могут заблокировать. Но у нас есть фьючерсы на американские индексы S&P 500 и NASDAQ. Они ликвидны, с ними можно спокойно работать даже на достаточно большие суммы. Преимущество этих фьючерсов в том, что они котируются в Мосбирже, и их нельзя заморозить. В последние полгода американские акции сильно подросли. Сейчас NASDAQ уже буквально процентов за 10 исторических максимумов. И S&P 500, в принципе, также. S&P 500 даже меньше уже, чем 10% до максимума. Весь этот рост, в принципе, можно было отыгрывать через фьючерсы. Мы периодически такие сделки делаем. Мои коллеги также часто работают с Hang Seng. Это индекс китайских акций, торгуется тоже на рынке. Недавно добавили Nikkei японский и некоторые другие индексы тоже у нас появляются. В принципе, там есть даже ликвид. Кроме того, мы активно работаем на товар на сырьевых рынках. Нам доступен инструмент. Это сверху слева графика «Золото в рублях». GLD рубль называется инструментом. Он торгуется на валютной секции. Он представляет собой котировки физического золота, которые даже есть, часть из них хранится там на Мосбирже. Но в целом этот инструмент, покупка его идет через рубли. Он, так как золото котируется в долларах, то он учитывает курсовую переоценку доллара. То есть что это значит? Если вы просто купили золото в рублях, и золото стоит на месте, но доллар к рублю растет, то инструмент также растет к рублю за счет курсовой переоценки. Не облагается налогом, так как торгуется на валютной секции. Там, где мы, по идее, должны отчитываться перед налоговой самостоятельностью по валютной секции. Мы не являемся налоговым агентом. Но, между нами говоря, это не сильно-то проверяется. Слева снизу график нефти. Нефть сейчас подросла, как Алексей рассказывал. Мы через фьючерс тоже можем это отыгрывать. И, в целом, прогнозируют, что к концу года еще на 10-15 долларов нефть может вырасти. И если отыгрывать это через фьючерс, то на этом тоже можно будет заработать. Но инструмент достаточно рискованный, потому что иногда какие-то действия происходят, связанные с ОПЕК плюс или какие-то другие. И может она вырасти на 5% за день или на 10%. Но, впрочем, как и российский рынок акций сейчас достаточно рискованный. Все это мы делаем для счетов от 30 миллионов рублей под тариф, который называется инвестиционный советник. Мы берем 1% за управление в год и 10% за успех в рублях. Также есть комиссия за сделки. Она на рынке акций 0,25% составляет за сделку. И на валютной секции в 3 раза ниже примерно. А фьючерс – это 10 рублей за контракт. Но мы редко, когда… У меня порядка 50 клиентов. Мы редко, когда что-то делаем внутри дня. Иногда, конечно, бывает. Но там не так, чтобы какое-то количество сделок огромное. Поэтому комиссионная составляющая в плане оборотной комиссии, она не очень высокая получается. Ну и форматы взаимодействия могут быть разные. И в зависимости от этого можно тоже комиссию подстраивать. То есть мы можем полностью в бакуфеле ввести, как я вам только что рассказывал. Когда я какие-то рекомендации предлагаю, и вы вправе с вашего согласования, мы их реализуем. Бывает формат взаимодействия второго мнения, когда вы торгуете сами, но вам нужно, чтобы вас консультировал. Я разработал курс «Как зарабатывать в интернете». Дело в том, что многим просто уже и не хватает денег. Чем хорош бизнес в интернете? Тем, что вам для того, чтобы зарабатывать деньги, нужен только интернет. И вот этим он хорош. И на самом деле, если вы сможете построить такую систему бизнеса, которая позволяет вам зарабатывать деньги в интернете, то вы сможете выжить где угодно, буквально. И на самом деле сейчас Россия как раз предоставляет возможности. В России можно зарабатывать в интернете. Я вам это покажу, я это делаю сам с успехом и вполне себе на это живу. И более того, я через интернет через это все создал буквально пассивный доход. Я научу вас, как создать автоматические воронки продаж. То есть, ваши продажи будут проходить просто день и ночь, круглосуточно. То есть, за вас будет работать ваш вот этот вот ресурс, автоматическая воронка продаж. Она будет приносить деньги, люди будут просто заходить туда и приносить деньги. Но самое главное, конечно же, надо давать людям ценность какую-то для того, чтобы они вам захотели продать. Именно об этом будет мой курс. Сначала я покажу, откуда берутся деньги, как они берутся. А потом я расскажу, как эти деньги просто масштабировать. То есть, дать какую-то ценность максимальному количеству людей. Какая эта ценность будет, каждый выбирает сам. Через интернет можно продавать буквально все. Я знаю людей, которые продавали буквально щебенку, какие-то экскаваторы. На примерах я покажу, как человек просто через интернет добился достаточно больших оборотов. Там миллион-два в месяц он не получает этого, его обороты, за отделку и ремонт. То есть, масса всего есть. То, чем вы занимаетесь, вы можете усилить свои продажи через интернет. Но, естественно, можно сделать так, чтобы все работало в автоматическом режиме и на удаленке. Это все возможно. Курс стоит небольшие деньги, всего 3000 рублей. Я вам покажу и дам задание конкретное, как вернуть себе эти деньги. И это надо сделать, потому что, во-первых, при этом мы с вами построим систему, которая позволит вам получать деньги. При этом же вы должны заработать деньги. Прямо сейчас вы увидите ссылку на мой сайт. Это как раз и есть автоматическая воронка продаж. Вы увидите, как она работает. И при этом сможете записаться на этот курс и заплатить там деньги. Восточного разреза. Продолжение следует. А thank you very much for the الرейтine. Продолжение следует число. Я хочу узнать, если вам эффект, какonut накидывайте. Потому что, если вам не Christmas, у кого нет, Продолжение следует... Это все поехать. TRANSP chart мこikutника. Редактор strongeroltlichen столетами. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...